Наконец-то с СВО начали возвращаться заслуженные зэки России. И вот, значит, в одно и все вернулся вот такой вот зэк, а люди чем-то недовольны. Сейчас послушайте их, они там всегда возмущаются, он там гоняется за ними там с топорами и со всем остальным, а людям это почему-то не нравится. В пасмурном воскресном утром обеспокоенные жители села собрались в здании местного дома культуры, чтобы получить пояснение от полиции и главы администрации о сложившейся ситуации. Ранее судимый за убийство мужчина, отсидев часть положенного срока, попал в составе ЧВК «Вагнер» в зону СВО. А вернувшись домой, в состоянии алкогольного опьянения, начал угрожать своим землякам расправой. Приехал он, наверное, 20-го, но к нам приехал сюда 21-го. Ну, пировал, по клубу везде ходил, а на другой день идет по деревне, говорит, во все орет. В одной руке, говорит, пиво, во второй руке у него вилы, вилы, топор, нож. И идет, орет. Убью всех, перережу всю семью, орет. Как мы видим на предоставленной нам видеозаписи, мужчина, разбив машины с топором в руке, уходит из обзора видеокамеры. О беспокойной данной ситуации к нам в студию новостей обратился руководитель предприятия «Русь», на котором работает большинство жителей села Новый Бурец. Ну, в общем, жители там расскажут, что они боятся ходить на работу утром, потому что утром доярки в 3 часа утра должны идти, вечером они боятся возвращаться, потому что этот мужчина раньше там убил другого какого-то мужчину, потом его посадили в тюрьму, а потом он пошел в ЧВК «Вагнер» и стал великолепным, знаменитым российским воином, так сказать, вот, уважаемым человеком. Вот, и когда он приехал, он опять сказал «сех убью». Ну, теперь, раньше-то он был просто бандит и разбойник, а сейчас это ЧВК «Вагнер». Ну, естественно, его все боятся, но вы меня, конечно, извините, я должна за него вступиться. Дело в том, что он приехал в свою деревню просто в отпуск, вы понимаете, у него скоро опять начинается контракт. А человек, вы поймите правильно, человек относится серьезно к своим обязанностям. Ну, вот что, будет лежать на печи, пить и отдыхать, что ли? Нет, он тренируется, ну, ему же нужно на ком-то тренироваться. Естественно, он будет на своих односельчанах, а на ком еще ему тренироваться, понимаете, что, идти там что-то в окраине тренироваться, что ли? Нет, конечно, в окраине он воюет за деньги, а у себя в селе он тренируется бесплатно. Ну, пускай уже односельчане немножко потерпят, ну, погоняет он их с вилами, ну, подумаешь, разбил несколько машин. Ну, ничего же страшного же не случилось. Ну, правильно, человек готовится к спецоперации просто. То есть, получается, когда спортсмены тренируются, то ничего. А как ЧВК «Вагнеру» нужно потренироваться, так сразу все кричат, мы боимся, мы боимся, заберите его отсюда. На встречу с жителями приехал Вадим Варанкин, начальник УМВД «Вецкополянский», и заверил, их голоса услышаны и ситуация взята под личный контроль. Все прекрасно знают, почему собрались, да. Есть у нас такой индивидуум, Росомахин Иван Леонидович, который у нас со специальной военной операцией вернулся. В принципе, ожидаемо было, что будет чудить, потому что этот человек крайне неспокойный, проблемный. Это все было ожидаемо. Вот, поэтому сейчас он у нас находится на сутках административно арестованный. Нет, вы видели административно арестованный. Вы какое имеете право героя спецоперации административно арестовывать? Еще поприходили, вы видите, там полный клуб, значит, пришли, и все, да, да, он такой. Вы что, там вообще уже, что ли, офигели? Сказали, что к героям спецоперации нужно относиться с уважением. Они его взяли и в тюрьму посадили. Вообще, стукачи одни, вы посмотрите, сколько там стукачей сидит, ментовские, блин. Привезли мента и сидят, там такие, там рассказывают. Этого мента надо отправить туда в Чуваковак, но ему быстро расскажут, как нужно себя вести с героями спецоперации. Завтра вечером у него сутки кончаются. Соответственно, мы его выпускаем. Он под сопровождением двух сотрудников едет сюда. С ним есть договоренность. Веры, конечно, ему мало, но тем не менее, с ним договорились как? Он сюда приезжает, собирает свои пожитки. У него, с его слов, конечно, мы это проверить пока не можем, потому что Вагнер, это частная компания военная, у него снова заключен контракт, вот. Он сейчас здесь находится в отпуске. Отпуск, у него отпуск должен закончиться вообще в начале мая. Но я до начала мая вот здесь терпеть не буду. С ним есть договоренность, что во вторник мы его всадим со всеми монатками в поезд, и чтоб он отсюда свалил, чтоб я его здесь больше не видел. Не, ну вы слышали, человек просто тренировался, он говорит, пусть он сваливает, чтобы вы его здесь больше не видели. Так, пускай лучше ваше село собирает монатки и уезжает, понятно? Человек себе приехал потренироваться, они на него ментов назвали. Ничего себе, блин. Вот кому не нравится, вот пускай собираются и уезжают вместе со своими коровами в другой село.